Все хорошо знают о так называемых 125 граммах хлеба, которые давали гражданскому населению на сутки практически, да и то не всем. Вроде бы все хорошо известно, известно даже количество жертв. Только за 4 месяца конца 1941-го, начала 1942-го года у нас среди гражданского мирного населения в Ленинграде умерло 360 тысяч человек. Это почти столько. Великобритания потеряла за всю Вторую мировую войну. Представляете, разница какая между жертвами, которые на алтарь победы общей положил советский народ и другие страны мира. Вроде бы это все известно, и в то же время наша обязанность в том, чтобы и новые факты были известны лучше, и чтобы ничего не забывалось никогда. Вот это самое главное. Чтобы ничего не было утрачено, чтобы люди и в нашей стране, и за рубежом помнили об этой трагедии, и об этом мужестве и героизме советского народа и ленинградцев. Когда мы говорим только о советской армии, которая, безусловно, внесла решающий вклад в защиту и затем освобождение Ленинграда, но без гражданского населения, думаю, что вряд ли удалось бы добиться этой победы. Без тех, кто работал на сооружении оборонительных рубежей, без тех, кто работал на предприятиях, в конце концов, без добровольцев, подразделения добровольцев формировались из жителей Ленинграда. Я знаю это по истории моей собственной семьи. Поэтому без этих людей победа была бы невозможна, это тоже очевидно. А название, оно немножко как бы действительно выхолачивает вот эту часть. Я бы предложил следующее. Просил бы депутатов ЗАГС собрания города вернуться к этому вопросу и потом выйти с предложением, если нужно на федеральном уровне что-то сделать, давайте им удовольствием это сделать. Битва за Ленинград по своему драматизму не знает равных мировой истории. Голодом и холодом, бомбежками и артобстрелами жестокий и сильный враг хотел поставить ленинградцев на колени. Но непокоренный и не сломленный город выстоял и победил. Мы бесконечно гордимся нашими ветеранами. И героический подвиг – пример беззаветного служения Отечеству. Искренне радуемся наступлению Нового года. Встречаем его с надеждой и мечтами о будущем. Где бы мы гибли, но атмосфера удивительной новогодней ночи согревает наши глаза. Мы с оптимизмом смотрим на будущее. Искренне верим в лучшее, в удачу и успеху. Верим! Верим! Спасибо, берем! Отдерживай! Оно достигает в результате напряженного труда и личных свершений. Стремление обязательно реализовать на мечты. Из этих достижений складывается судьба нашей Родины. Красно! Поддерживай! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Правая честь! За страну, где мы живем, которую любим, и которую мы хотим успешно и процветающим. Красно! Поддерживай! И только вместе мы сможем быть силами, обеспечить движение России вперед, добиться исполнения наших общих планов и замок. В наступающем году нам многое предстоит в экономике, улучшение жизни людей, для обеспечения безопасности. На самом высоком уровне провести Олимпийские и Паралимпийские игры, для которых осталось чуть больше месяцев. Ребята, Сочи лучший в мире! Поздравляю Владимиру Чугуньеву! Я не знаю! Меня уже не хотели! Как мы иметь все туристы? Индексация должна определяться из инфляции, которая, по данным Росстата, в прошлом году составила порядка 6,5%. После перерасчета средний размер трудовых пенсий увеличивается на 665 рублей соответственно. Финансирование расходов, а это порядка 280 миллиардов рублей до конца текущего года, будет осуществлено за счет бюджета Пенсионного фонда. Субтитры создавал DimaTorzok